ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Власти хотят навести порядок с расстановкой дорожных знаков. К созданию новой схемы приступили, в частности, Минтранс и ГИБДД. К примеру, планируется устранить такой нюанс, как часто меняющееся ограничение скорости. Дорога одна и та же, ширина проезжей части и количество полос одинаковые. Тогда зачем же нужен чистокол из знаков с разной максимально разрешенной скоростью? Примерно через полгода проект изменений собираются вынести на общественное обсуждение. ТРАССА 101 В середине осени продажи поддержанных легковых авто в нашей стране в сравнении с октябрем 2021 года снизились почти на четверть. Лидером вторичного рынка, по данным агентства Автостад, снова стал Форд Фокус. В предыдущие несколько месяцев пальму первенства удерживала ВАЗовская 14-я. Теперь она оказалась на втором месте. На третьей строчке закрепился Хёнде Солярис. Также в первую пятерку вошли Киа Рио и ВАЗ-2107. ТРАССА 101 В Россию небольшими партиями начали завозить кроссовер «Джили Атлас» следующего поколения. Официального стартопродаж модели еще не было. В одном из автосалонов новинка предлагается по цене немногим более 3 миллионов рублей. Начальный ценник текущего поколения почти от 2 миллионов. Паркетник получил такой же мотор, как и у «Джили Тугелла» – 218-сильный бензиновый агрегат. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. ТРАССА 101 Одна из немецких компаний, имеющих отношение к обслуживанию автомобилей, составила перечень самых надежных и самых ненадежных автомобилей. Выводы были сделаны на основе техосмотра почти 10 миллионов машин за последний год. Список практически беспроблемных авто возглавили Mercedes-Benz B-класса, Mercedes-Benz GLC и Volkswagen Golf. Больше всего нареканий у специалистов вызвали «Рено Логан», «Рено Доккер» и «Мини Веды», «Фольксваген Шаран» и «Форд Гэлакси». ТРАССА 101 Житель Челябинска так не хотел отдавать свой автомобиль судебным приставам в счет погашения долга, что инсценировал его угон. Помогла в этом хитрецу его знакомая, которая отогнала машину в другой двор и поменяла на ней номера. Затем неплательщик оставил транспортное средство подальше от глаз в гараже. Но эта схема вскоре была раскрыта. Итог. Автомобиль попал к приставам, а его хозяину за ложное сообщение об угоне грозит тюремный срок. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 ТРАССА 101